Всем привет! Меня зовут Котлерова Евгения. У нас сегодня второй урок, и я расскажу, какие бывают кайты, как выбрать кайт и от чего зависит выбор кайтов. В первую очередь, кайты бывают двух типов конструкций. Первое – это парафойл, кайт, состоящий из двух оболочек и по форме напоминающий параплан. И надувной кайт – кайт, имеющий одну оболочку и жесткий надувной каркас. Сразу хочу заметить, что ондавастик отличается больше универсальностью и больше безопасностью на воде. Поэтому, конечно, в современном мире в основном можно встретиться с кайтом надувной конструкцией. Они бывают различных типов в зависимости от назначения, но это уже немножко другая история. Что нужно еще учесть при выборе кайта? Прежде всего, конечно, приходя на спот, мы ориентируемся на силу ветра и на собственный вес. Здесь действуют два основных правила. Чем больше вес, тем больше кайта, и чем сильнее ветер, тем кайта меньше. Соответственно, нужно найти то безопасное соотношение с весом кайтера и силой ветра, чтобы достичь максимальной скорости и безопасного скольжения. Следующий момент, который нужно учесть при выборе кайта – это назначение. То есть, когда мы проходим курс обучения, мы выбираем направление нашего дальнейшего развития и совершенствования в этом виде спорта. И в зависимости от того, кем мы хотим быть – марафонцем, фристайлером, рейсером. В зависимости от этого выбирается уже модель кайта и его назначение. Сейчас перед нами надувной кайт фирмы «Айрос», исполненный фирменным дизайном Автоваза. И это предназначение гонки. И вот перед нами пример парафойла. Парафойл выбирают, как правило, либо марафонцы, которые ездят далеко, и которым нужна удобство, компактность, возможность самостоятельного запуска кайта, либо гонщики, которые хотят добиться за счет улучшенных технических характеристик в данной модели. Основной принцип, за счет которого этот кайт летает – воздух заходит в воздухозаборнике и распределяется внутри кайта. Внутреннее давление держит форму. И таким образом мы имеем то же самое крыло, которое работает в качестве парафойла.